Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это небольшой ролик с новостями касаемо The Isle of Rima. Но перед началом, как всегда, выражаю огромную благодарность всем, кто поддерживает наш канал донатами и месячной подпиской на Boosty. Спасибо большое за финансовую поддержку. Короче, инфы немного, но сочная, как обычно. Не спрашивайте, когда всё ожидать, но часть точно будет введена совсем скоро. Короче, то, что вы спрашивали, я узнал, спросил, докладываю вам. Начнём, наверное, немного с мутаций. И то, что интересует вас на стримах, мутации каннибализма. Да, они будут введены в систему мутаций. Она заявлена однозначно. Система позволит вам поедать свой вид динозавра, для чего это надо. Да, собственно, всё просто и понятно. Условно, как по мне, хорошая тактика выживания. В условиях дефицита ресурсов, каннибализм станет средством повышения шансов на выживание более сильных и активных видов в игре. И, конечно же, позволит доминировать. Это круто, как по мне. Но, как будет по факту, увидим. Ведь каннибализм сможет прокачиваться условно на каждом хищном виде. Кстати, уже точно собрался готовить для вас ролик с мутациями. Так что ждите. Там всё попробую объяснить по полочкам. Следующее обновление, которое нас ждёт, как говорят разрабы, наши любимые, это, нет, не Диаблик. Скорее всего, это будет патч на изменения, связанные с некоторой системной и визуальной частью игры. А вот последующий нас как раз-таки будет ждать уже с новым динозавром. Как мы ждём. Это Диаблоцератопс. Хочется верить. Будем следить за развитием ситуации. Вы меня знаете, да и я вас знаю. Мы не любим, когда по сто раз разработчики мусолят одну и ту же систему в игре, либо связанную с балансами динозавров. В общем, планируется, но не факт, опять изменить наскоки на жертву утродонов и омни-рапторов сзади и спереди. Ведь сейчас только сбоку можно запрыгнуть на жертву. Как сказал Панч Пакет, возможно, они вернутся обратно. Смысл в том, чтобы немного упростить геймплей за этих существ для игроков. Да блин, опять какой-то бред получается. Ну ладно. Давайте поговорим о погоде. Точнее, чуть о системах приливов, отливов в игре и штормах. Больших наводнений в игре не будет. Во время дождя штормов реки и озёра на некоторую часть будут наполняться и выходить на побережье или их края чуть подтапливать. Болота смогут наполняться больше. Как в Бермуде, не ждите затопления острова. Приливы и отливы будут действовать. Будет либо небольшое опустошение берегов океана, либо их наполнение, подтапливание. Думаю, не стоит рассказывать, как это возникает. Короче, следим за луной и солнцем в игре в будущем. Игре это даст реализм однозначно. Разработчики сказали что-то о пиявках. Пиявки, которые будут в болотах. Хм-хм. Интересно, интересно. Но если разговоры были уже и о крысах, и о змеях, чую, будет вообще топово. Кстати, пишите в комментариях, для чего нужны будут пиявки в болотах на Ивриме в игре. Ваши предположения. Кстати, насекомые. Насекомые и крысы, о которых мы знаем, будут предоставлены как корм и еда для хэтчей. По мне, удобно в игре, бегая за какого-нибудь хищника, полакомиться такими грузунами, либо маленькими змеями. На данном периоде роста не протянуть ноги. Предлагаю разрабам убрать никчемные светилища, либо доработать их. И, наверное, последнее. Чуть тронем мутации в этом параграфе. Во время дождя запахи будут работать очень плохо. Запахи кустов для травов и мяса для хищей. Но с помощью определенной мутации, которую игрок вкачает, запах будет работать максимально хорошо. Ведут это все, конечно, только тогда, когда полностью механика самой мутации будет работать без перебоев. Палец вверх, подписка на канал, комментарии, лайк, колокольчик. Чем больше лайков, тем быстрей. Новый выпуск новостей. The Isle of Rim. А всем хорошего выживания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok